всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня видео пустых баночков накопилось у меня их тут ну как обычно мне кажется вот и не так же хочу сказать что все продукты которые я показываю в сегодняшнем видео я пропишу вам в инфобоксе и те продукты на которые я найду ссылки я вам обязательно оставлю соответственно если продукт будет написан без ссылок то к сожалению значит я не нашла и так давайте начнем по традиции с тела значит гелий для душа закончились точнее я хочу вам показать два геля для душа первый это вот этот чистая линия чистая линия средства для тела я просто обожаю люблю очень их использовать и лосьоны и для тела и гели для душа мне кажется но бюджетный классный вариант этот гель для душа не исключение это у меня клубника и миндальное молочко не сушит кожу хорошо пенится приятно пахнет но что еще нужно для гель для душа классное средство покупаю в ленте буду повторять снова следующее средство это вот такая моя прелесть давно у меня стоит в ванной комнате на самом деле вот это моя прелесть точно такой же гель для душа есть с ароматом персика и вот он понравился больше у меня даже дети не стали мыться вот этим покупала я бы тоже в ленте не знаю где продается еще вот этот банан вот вроде бы вот так вот из упаковки вы нюхаете да вкусно приятно пахнет когда начинаете мыться вот просто какой-то химозины пахнет почему-то с персиком такого нет а этот но как-то вот нет не понравился с персиком наверное куплю еще а вот с бананом точно нет следующее два средства у меня это крем ушки лосьончик для тела давайте начнем вот с этого я его уже показывала что я повторила заказывала на айхерб марка пальмарес называется это именно лосьон для тела но на самом деле он достаточно жирный достаточно плотный я его так разрезаю потому что когда здесь остается примерно вот столько дозатор уже перестает справляться то есть средство настолько густое что дозатор не справляется отлично для сухой кожи супер увлажняет супер я не за напитывает и так далее и тому подобное но единственная вот минус эта упаковка и аромат потому что аромат вот такой щенка будто вы засунули нос прямо в банку с какао то есть он очень явный очень сильный остается на коже остается этот аромат на одежде на постельном белье то есть достаточно такой прямо едкий приторно сладкие знаете вот как говорят хочется его запить вот это примерно тот аромат я все-таки отнесу это к минусам потому что ну мне кажется если использовать такой лосьон каждый день то запах реально вот просто будет вам вас бесить и раздражать я бы так сказала вот но по своему действию насколько питает увлажняет сухую кожу насколько он делает ее мягкой я обожаю это средство использую не часто его на самом деле где-то примерно раз в неделю потому что он очень плотно и очень хорошо напитывает кожу следующее средство это элан силу наверно так марка называется еще раз повторюсь я пропишу вам все в инфобоксе это лосьон для тела который придает коже упругость он вот такой слегка какой-то раз ну как слегка да он такой рыжий я бы так сказала но он не окрашивает кожу не окрашивает одежду значит улучшает упругость оказывает подтягивающее действие для кожи потерявшую упругость я повторю это средство сто процентов потому что действительно делает кожу вот особенно заметно на ягодицах делает кожу действительно такой вот прям молодой я бы так сказала просто ее подтягивает даже мой многострадальный живот это остался тем кремушкам таким более-менее нормальным и имеет такой накопительный эффект то есть не такого что вот вы пока мажетесь вас все хорошо смыли все вернулось назад нет действительно классно подходит кажется для груди можно тоже его использовать особенности если вы худеете очень сильно рекомендую я покупала его в аптеке эта марка также представлена на фармакосметики и на фармакосметики на дешевле чем я купила в аптеке давайте дальше средства будут для волос значит закончилась у меня вот такая двоечка от марки вэлла очень она мне нравится я повторяю уже не первый раз и повторю потом снова обязательно хотя очень много марок для волос которые я хочу попробовать но вот вот это вот очень нравится делает волосы такими знаете таким прям скользкими я не знаю что ли так как вы видите мои волосы достаточно пушистые принципе практически всегда пушатся особенно вокруг лица то я очень люблю когда шампунь утяжеляют когда шампуни приглаживают когда шампуни делают волосы такими, ну, как обволакивают и делают такими, знаете, рассыпчатыми. Очень люблю такие вещи. Вот эти делают все, что мне нравится. При этом придают волосам блеск, мягкость и такую рассыпчатость. И волосы вот с этими средствами не путаются. У меня спутывание волос – это любимая история. Также для волос у меня закончился, наконец-то закончился просто отвратительнейший продукт от марки Natura Siberica, точнее Flora Siberica. Это питательный бальзам для сухих волос. Он вообще не работает. Вот совсем не работает. Не напитывает волосы. То есть мои волосы сухие, да, пористые и, ну, как бы вообще ноль. Я его использовала после каких-либо масок. То есть делала маску для волос и потом использовала этот бальзам. Ну, худо-бедно, вот как-то вот еще нормально, да. У меня тут еще осталось, конечно, немножечко, но я уже не хочу использовать. У меня был и шампунь, и маска не работает. Что наносили, что не наносили – одна и та же история. Хотя, не знаю, мои волосы поврежденные, может быть, для нормальных волос и работает, но для нормальных волос, не поврежденных волос, да, и вообще вот волос в хорошем состоянии, можно и что-то другое найти. Тем более это, кстати, не сильно бюджетное средство. Да, кстати, еще забыла, для тела у меня закончился вот такой скраб от Faberlic. артикул у него 2141. Это малины и белый шоколад. На самом деле, вот этой баночки маленькой хватает на два раза. Я не скажу, что какой-то супер скраб. Я люблю такие пожестче, прямо скрабы. Но этот слегка, слегка скрабирует кожу. При этом кожа, кстати, достаточно мягкая. Но вот то, что его хватает на два раза, это, конечно, немножко расстраивает. Вот. А так, в принципе, скраб неплохой. Неплохой. Дальше вернемся к теме волос. Закончился у меня еще вот такое маслице урафлюида. Вы знаете, что я уже повторила это масло. Это супер масло для моих волос. Я не знаю, лучше я просто, я просто не нашла. Мне одна девушка посоветовала еще шуэмура, но шуэмура, что-то у них совсем кусаются цены. Я даже не знаю. Но, наверное, что-нибудь попробую чуть-чуть попозже. Вот. А так масло просто потрясающее. Единственное, что не подойдет девушкам с тонкими волосами, волосами, лишенными объема. Если вы приобретаете средства в основном для объема, то это не ваше масло. Вообще, это называется эликсир, потому что он утяжеляет волосы, он их как бы приглаживает. И если переборщить, то пачкает волосы. Поэтому нужно совсем чуть-чуть. Мне вот этой баночки 50 миллилитров хватило больше, чем на полгода. Так что для поврежденных волос я очень рекомендую. Также от Faberlic у меня закончился вот такой кремушек про руки. Кстати, очень даже неплохой крем. Я думаю, что я его потом повторю, когда у меня закончится другой. 21.86 артикул. Классный, хорошо питает ручки. Не знаю, никаких нареканий вообще не вызвало. Мне понравился. Я в основном его наносила на ночь. Утро просыпаешься, кожа увлажненная, не сухая. Мне понравилось. Так, ну и давайте перейдем к средствам по уходу за лицом. Итак, вот такие одноразовые масочки. Значит, закончилась у меня маска вот такая BioCose. Классные маски. Мне нравится, что здесь есть для шеи. Ну, не знаю, я их покупаю в ленте. Наверное, еще как-нибудь куплю, потому что такие масочки я на самом деле не возлагаю на них каких-то сильных надежд. Хорошо питает, увлажняет, хорошо пропитанный и все, мне этого достаточно. Так, также у меня закончились масочки от компании Faberlic. Значит, я не понимаю эти маски. Я скажу вам сразу. Моей маме нравится вот эта линейка масок, артикул 0709. Ну, там разные они есть. Это у меня 30+, там есть 50+, 60+, и так далее. Вот. Но лично я вообще не понимаю, что наносила, что не наносила. Вот как бы, ну, да, их можно купить за 19 рублей, но вот если учитывать, что можно приобрести за 19 рублей, тогда да, тогда советую купить. Но они на самом деле ну, хуже не делают, но и лучше не делают. Ну, я не вижу смысла в этих масках, честно. Вот маме мои нравятся. Маме действительно как-то осветляется лицо, как-то даже, ну, как-то вот выглядит даже моложе. Не скажу, что разглаживает какие-то морщины или как-то сильно напитывает, делает кожу прям вау-вау-вау. Нет, но неплохо. На мне вообще ноль, поэтому, ну, маме, наверное, буду покупать, себе нет. Также у меня закончилась вот такая масочка от ProBioderm. Это компания Bugzdrav, компания, которая делает различные пребиотики для приготовления йогуртов, кефиров, сыров и так далее. И в том числе и стали делать косметику. Но, кстати, маска неплохая. Она стоит что-то рублей 300, по-моему, или 400. И при этом на самом деле неплохо. с ней у меня бывает раз в месяц высыпания в особые дни, да, и вот с этой маской, когда я использовала высыпания, у меня в эти дни не было. Так что мне очень даже она понравилась. Это у меня мультивитаминная маска для всех типов кожи 25+. Содержит различные там, вот действительно выравнивает тон, сужает поры, в общем, содержит всякие витамины и полезные вещества. Вот. Но вот мне, в принципе, понравилось. Если я буду делать заказ еще бактерий вот этих вот, то обязательно закажу еще и маски. Так, дальше закончились у меня до конца уже масочки от корейской марки BTS Cosmetics. Вот. Вот такие маленькие масочки на каждый день под разные потребности кожи успокаивающие здесь у меня увлажняющие пилинг и сужающие поры вот в такой коробочке швей и набор состоял из 7 масочек. Маски вау, просто супер работают, мне они очень сильно понравились. Мне еще понравилось, что так как это, ну, скажем так, дозированные масочки, здесь ровно столько, чтобы нанести на все лицо и шею. Не больше, не меньше. Мне это очень сильно понравилось. Масочки вот эти мне очень понравились. Так, дальше у меня закончились вот такие патчи. Мне, кстати, они понравились, я считаю, что неплохие. Я заказывала их на Ахер, вот так вот называется. Я вам пропишу внизу, все в инфобоксе. Классные патчи, у меня пользовалась, кстати, и мама тоже. Мама действительно убирает какие-то припухлости под глазками, хорошо увлажняет, питает кожу, даже так разглаживает ее. Оно, конечно, имеет временный эффект. То есть, если вам нужно с утра быстренько куда-то собраться, у вас есть отеки, положить вот эти патчи в холодильник, нанести их, пока там завтракаете, допустим, потом снять, и вы красивая, без отеков, без всего. Да, вот в таком режиме они работают. Ну, а так, чтобы они прямо умолодили кожу, конечно, нет. Но хорошо, даже они так, знаете, немножко осветляют кожу, поэтому, если есть синячки, то мне кажется, это вообще супер. У меня закончилась вот такая умывалка. Я, как видите, все разрезаю. От марки Лимонет. От этой марки у меня был еще крем с каким-то ядом. Он был в такой черной упаковке, крем для области вокруг глаз и крем для лица. У меня еще вот эта умывалочка. Это глубоко очищающая умывалка. По-моему, она идет, если честно, я уже не помню, идет на основе, ну, чем-то она напоминает глиняную и чем-то она напомнила мне, по-моему, у Шесейда есть тоже в таком похожем тюбике умывалка на основе глины. По-моему, у Шесейда, я могу ошибаться, заранее извиняюсь, очищает прямо до скрипа. Если пользоваться каждый день, будет подсушивать кожу, поэтому я использовала не каждый день, только вечером или перед какими-то увлажняющими масочками, потому что подсушивала кожу, особенно вот в этой области у меня подсушила, то есть, ну, как бы на щечках, да, вот, но при этом отлично, просто, отлично, даже снимает макияж очень хорошо, вот, и отлично очищает прямо до скрипа. Так, также у меня закончились два бальзамчика для губ, один вот такой Эволайн, на самом деле он у меня до конца не закончился, но я его выбрасываю, потому что он имеет вот такой оттенок, вот прямо такой же оттенок он придаст вашим губам. Вроде бы симпатично, но он немножко растекается, и вот этот оттенок потечет вместе с этим бальзамом, то есть, губы будут неровные, и если у вас есть какие-то шелушинки, да, то есть, какие-то раночки небольшие, да, на губах, то этот бальзам эти раночки окрасят, то есть, выгодят с такими пятнистыми губами ходить, вот, ну и плюс он ничего не делает, на самом деле, не увеличивает объем, и никак не лечит, не увлажняет губы, поэтому, ну как бы, мне не очень понравилось, честно. И еще бальзамчик у меня закончился от марки Белистекс, мне очень нравится, единственное, что да, они сладкие, и на самом деле мне это очень нравится, вот, у меня закончился здесь с дымкой, приятный, классный, хорошо, попитает, увлажняет губки, ну просто супер наношу их на ночь и с утра губки просто в идеальном состоянии. Ну еще у меня закончилось немного декоративной косметики, у меня засохла вот такая вот подводка, на самом деле, я не знаю, что это за марка, я купила где-то в каком-то магазине, написано Beauty Align FF серия Fleur, я не знаю, что это за марка, девочки, честно, я, наверное, вам даже не напишу ее, стоила она, кстати, совсем недорого, вот так вот на ней написано, вот, подводка, ну такая, на самом деле, не стоит внимания совершенно, во-первых, у нее очень удобный аппликатор, сейчас она у меня засохла, но когда она была нормально, она растекалась, размазывалась и отпечаталась, поэтому, да, и также закончились у меня туши, одну из них я просто выбрасываю, это марка Limony, отвратительная тушь, просто, просто ужаснейшая тушь, во-первых, вот такая у нее кисточка силиконовая, вообще, мне кажется, что она как бы уже ко мне пришла засохшая, потому что она очень плохо красит, она придает объем вашим ресницам, но при этом она делает их короче, чем они у вас есть, то есть, это как бы вообще нет, плюс она их никак не подгибает, не загибает, ничего с ними не делает, просто придает объем, осыпается, отпечатывается, ну, то есть, вообще, все, что плохое может делать тушь, она делает, супер, в кавычках, конечно же, дальше у меня закончилась моя любимка, я буду ее периодически повторять, я больше, чем в этом уверена, хотя сейчас у меня другая моя любимица появилась, любимицы, наверное, так правильно сказать, это марка Eva Mosaic, я очень часто ее раньше показывала вам, Zoom Lushes называется, это из Eva Mosaic, мне кажется, лучшая тушь, она делает классный объем, она их загибает, она их удлиняет, она не отпечатывается, не осыпается, классная тушь, вот такая, достаточно большая у нее щеточка, то есть, если вы не привыкши к такой щеточке, я вам ее не советую, эта тушь, классная, единственное, что ее надолго не хватает, недели на три примерно, а любимицей моей сейчас стала это KIKO, вот была у меня вот такая тушь, я покупала, вы видели еще другие туши, ну, классная, слушайте, вообще, эта тушь имеет вот такую щеточку, кстати, вот у этой туши щеточка намного удобнее, потому что вот этой маленькой частью можно прокрасить нижние реснички, слушайте, тушь тоже классная, она работает практически так же, как эта, но делает их такими, прямо вычесывает, прочесывает реснички, то есть такие прям вот, ну, классные реснички, такие, знаете, я не знаю, можно такое применить слово, как послушные, то есть они вот, как вы их вот так вот развернули, так они им будут лежать, классные туши у KIKO, мне очень сильно нравится, вообще косметика KIKO мне, кстати, в последнее время очень нравится, вот такие вот у меня были пустые баночки, я надеюсь, вам понравилось, это видео, оно было для вас полезным и интересным, не забывайте, что в инфобоксе я оставила все названия всех продуктов, которые сегодня вам показала, ну и на сегодня я буду с вами прощаться, кто не подписан на мой канал, не забывайте подписываться, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, оставляйте свои комментарии, всех люблю, целую, до новых встреч, до новых встреч! Продолжение следует...